всем привет вы на моем канале меня зовут юля я проживаю в штате вашингтон сиэтл и я хочу поделиться своими наблюдениями о американском менталитете эта тема мне близко я лингвист я изучаю английский язык с 5 лет и изучаю культуру уже больше 15 лет не только американскую но так как я проживаю сейчас в америке мне тема это близко я хочу поделиться своими наблюдениями кто такие американцы это знаете вот у них есть такое слово my personality да это они все очень любят свои personality это то что отличает одного американца другого американца начинают они находить в себе это заложено у них в образовании то есть у них все образование построено на на фантазии до на проявление себя как личности то есть они личность надо понимать что американцы это личность и вам с этой личностью жить вам с этой лично что я хочу сказать я просто живу с американцем вот и через две недели у нас свадьба и собственно я решила записать это видео чтобы девчонкам рассказать про разницу да там менталитетов и кто собирается кто я знаю многие девчонки знакомиться на сайтах знакомств с американцами специально хотят иммигрировать через брак собственно чтобы они были готовы к тому с чем им придется жить это с его personality вот что еще нужно главное на этапе знакомства это узнать язык учить язык кто еще не учит язык рекомендую прямо сейчас досмотрите видео и бегом на курсы бегом изучать это очень важно это важно потому что быт везде он одинаковый вам придется до общаться на языке на английском с вашим американцем не будет учить русский ради вас какой бы вы красивой не были какие-то фразы может он и выучить но сесть за учебники и ради вас учить русский язык которые очень сложный но нет мы не всем со временем конечно может он какие-то бытовые фразы и выучит дальше что хочу сказать значит обязательно учить язык обязательно слушать музыку тоже так можно ознакомиться с но это после того как вы выучите язык соответственно потому что песни надо будет понимать чувствовать переводить американские мужчины они вообще не любят не то что не любят у них так не принято какими-то жестами намеками их общаться им надо все прямо говорить то есть прямо сказали я хочу это вы это получите да там я хочу так я хочу так должно быть так точно берегу все отношения ваши нужно решить как мы познакомились моя история познакомились не на сайте знакомств я вообще не собиралась выходить замуж за американца это получилось случайно встретились любились можно так сказать но были знакомы до нашей первой встречи мы были знакомы где-то до за 9 месяцев мы общались познакомились на сайте hello talk я оставлю ссылку в описании вдруг кому то будет интересно мы познакомились я изучала арабский язык и хотела пообщаться с арабами да там на арабском мне написал американец вот мой супруг и мы начали общаться свободно общение в общем ни о чем прямо не говорила про свои планы про свою миграцию в америку не рассказывала считала это ненужным просто изучала американский английский а быту абсолютно две разные культуры да мы привыкли как мы привыкли мы готовим еду дома здесь так не принято и вообще здесь как бы у американцев fast food это их национальная еда то что у нас считается вредной едой вредный ангелф и не полезный вот у них это как бы нормально съесть пиццу бургеры есть это каждый день и есть вне дома для меня конечно это тяжело я больше так за правильное питание я очень люблю домашнюю кухню я люблю готовить и первое время он конечно удивлялся я еще люблю ходить по магазинам покупать еду да у меня один из видов один из видов хобби это ходить на рынок ходить в гросс или сходить купить продукты и приготовить еду дома он очень удивлялся этому что у него всегда дома есть еда и что еще эту еду можно оставить в холодильнике и поесть завтра он так не делает ему кажется что она уже испортилась если он все что не доел он выкидывает да такой момент как бы ходить много по кафе я тоже не могу еда очень отличается тут она жирная для меня она не вкусная для меня но не везде есть конечно вкусные места ну как-то отличается абсолютно все потребление они такие потребители они потребляют все если мне нравится мы переезжали из одних апартаментов из одного билдинга в другой и вся мебель которая была у него в апартаментах он сказал надо ее выкинуть зачем она нам нужна я говорю ну как но это же хороший стол давай его заберем давай вызовем компанию которая привезет он будет да зачем давай купим новую но больше апартаменты для меня это конечно был огромный шок я говорила ну так не нельзя делать причем вещи были еще новые предметы ну взял он с собой только телевизор вот что американцы любят больше всего это смотреть телевизор девчонки кто в отношениях кто общается с американцами напишите в комментариях это просто так много смотреть телевизора сколько смотрят американцы я вообще не смотрю телевизор никогда я его начала смотреть наверное когда мы съехались но в основном мы смотрим сейчас фильмы английском языке соответственно я подтягиваю свой американский английский я нахожу в этом только плюсы ну и смотрю местные новости тоже интересно что происходит вокруг в нашем городе знаете как наверное я оставлю ссылку ссылка будет в описании а вы кому интересна эта тема задайте вопросы это мое первое видео я могу много чего рассказать но интересно конечно послушать вас что вам интересно я в следующем видео отвечу на все ваши вопросы я еще могу оставить ссылку я оставлю свой email и вы можете написать мне на email задать вопросы про иммиграцию потому что моя иммиграция не связана с браком вы можете задать вопросы я расскажу пока пока